Всем большой привет! А у меня для вас сегодня очень вкусный и очень нежный торт без выпечки. Он просто тает во рту. Вам точно понравится. Нежнее и быстрее вы не пробовали. Такой торт просто палочка-выручалочка для любой хозяйки, потому что готовится он из... Впрочем, вы скоро сами все узнаете. Давайте по порядку. И первым делом мы с вами приготовим блинчики. Этот рецепт настолько простой и универсальный, что с ним справится каждая хозяйка. Абсолютно каждая. В миску разбиваю 3 яичка. Напомню, что яйца и остальные продукты для блинов желательно брать комнатной температуры. Поэтому по возможности заранее достаньте продукты из холодильника. К яичкам добавляю хорошую такую щепотку соли, а также добавляю 2 столовых ложки сахара. И что мне нравится в рецепте этого блинного тортика больше всего, это то, что для приготовления торта подойдут абсолютно любые блины. По любому рецепту. На молоке, на кефире, на ряженке, на сметане, на чем угодно. Тоненькие и толстые. Любые блины подойдут для этого простого домашнего тортика. Берем венчик и хорошенько смешиваем яйца с сахаром. Взбивать особо не нужно, просто хорошо перемешайте. Вот так. У меня здесь 200 мл молока, это 1 стакан. Вливаю молоко и хорошо перемешиваю. Я сейчас добавила не все молоко, оставшуюся часть молока я добавлю чуть позже. Еще раз хорошо перемешаю. А так, теперь добавляем муку. Нам нужно добавить 280 г муки. Если у вас нет весов, то, пожалуйста, добавляйте 11 столовых ложек муки без горки. Муку я всегда стараюсь просеивать для любой выпечки, потому что, как минимум, вы избавляетесь от мусора. А как максимум, вы делаете вашу выпечку более пышной, нежной и воздушной. Такой нежный, простой и очень быстрый торт на масленицу будет просто вашим спасением и палочкой-выручалочкой. Если вдруг вы не осилили все блинчики, я знаю, что многие хозяюшки во многих семьях пекут очень много блинов, просто горы блинов. И не всегда успевают их съесть сразу, пока горяченькие, с пылу, с жару. Холодные блины, конечно, тоже можно кушать. Но согласитесь со мной, это уже совершенно не то удовольствие, чем горячий блин, который мы макаем в растопленное сливочное масло. Оно стекает по губам, по рукам. И мы поглощаем блины с большим аппетитом и удовольствием. Поэтому все-таки, если у вас вдруг остались блины и они уже не такие вкусные, тогда готовьте этот торт, потому что для него как раз нужны холодные блинчики. Теперь самое время добавить оставшуюся жидкость в тесто. Я вливаю 300 мл молока, еще раз хорошо перемешиваю. Сейчас я делюсь с вами рецептом своих самых любимых блинчиков. Это блинчики на молоке и кипятке. Они получаются всегда тоненькие и нежные. И этому рецепту, вы знаете, уже больше 20 лет, как я по нему готовлю. На каждую масленицу я всегда неизменно пеку именно эти блины. Так что это наш семейный рецепт. Я включила чайник, потому что также вместе с молоком я добавляю совсем немного кипятка. Примерно 150 мл кипятка. Вот таким вот образом потихоньку вливаю в тесто и обязательно интенсивно перемешиваю, чтобы тесто хорошо заварилось. А блинчики на заварном тесте получаются более эластичные, гладкие. И в самом конце я вливаю в тесто примерно 3 столовых ложки растительного масла и тесто готово. Можно оставить его на 15 минут постоять, чтобы оно настоялось немного перед жаркой. Но можно жарить блинчики и сразу же. Ура, ура, блинчики по этому рецепту получаются настолько вкусными, что я просто не могу удержаться от того, чтобы не станцевать этот победный танец. А тортик получится просто волшебный, поэтому я нахожусь в предвкушении. Вы также любите масленицу и ждете весну, как жду ее я? Напишите в комментариях. А я всегда рада вашим теплым словам и комментариям. Обожаю, когда вы мне пишете что-то доброе, теплое, светлое и всегда отвечаю вам взаимностью. Ну что, тесто до блинов готово. И я начала уже жарить блинчики. Сковородочку смазываю маслом. Можете смазать сковородку только перед тем, как жарить первый блинчик. Но я люблю смазывать сковородочку перед каждым блином, потому что тогда на блинах получается такой очаровательный, очень нежный рисунок. Блинчики получаются как солнышки. Блины жарятся очень быстро, не забывайте. Чем сильнее огонь, тем быстрее жарятся наши блинчики. А также, так как я хочу, чтобы тортик у меня получился не очень большого размера, поэтому моя блинная сковородка не совсем подошла для этих целей. Она очень большая. Я взяла сковородку поменьше. Она не блинная, но меня вполне устроит именно такой размер, поэтому я приспособлюсь жарить блины на такой маленькой сковородочке. Тортик у меня получится небольшой. Чем больше сковородка, тем ниже получится тортик. И, соответственно, наоборот, чем меньше сковородочка, тем выше получится ваш блинный тортик. А также я увидела вопрос в комментариях о том, какую сковородку лучше использовать для блинов, толстую или тонкую, и постараюсь ответить в двух словах. Смотрите, наши бабушки всегда пекли блины на чугунных сковородках, поэтому чугунная сковородка считается идеальной для блинов. И действительно, на такой сковороде получается всегда много дырочек и такой красивый запеченный узор, красивый рисунок на самих блинах. Идеально чугунная, но если у вас нет чугунной сковородки, то просто купите блинную сковороду, используйте ее только для блинов. Это тоже очень важный момент. Тогда блины не пригорают, и вы можете быть уверены в том, что даже первый блин у вас не будет комом. Потому что если вы уже содрали со сковороды все покрытие и пытаетесь на ней еще жарить не только блины, но и картошку на котлеты и так далее, тогда, конечно, идеальные блинчики не получатся. В общем, поэтому, если кратко в двух словах, какую сковородку выбирать, то лучше чугунную. Но на самом деле не всегда все складывается идеально, и у меня сейчас, например, чугунной сковородки нету, поэтому я жарю на тефлоновой. Поэтому из своего опыта я подтверждаю, что действительно сковородка очень важна. На чугунной сковородке по тому же самому рецепту блины получатся другими, но, как вы сами видите, вполне румяными, симпатичными и аппетитными. Примерно для тортика блиного вам понадобится 25-30 штучек блинов. И по этому рецепту как раз получается 25 блинов. Нет, на самом деле 27, а два блина съел муж по дороге, прямо со сковородочки. Так что, учитывайте. Ну что, наши блинчики готовы. Вот такие красотулечки получились, румяные, аппетитные, золотистые. И для блинного торта блинчики нужно остудить, потому что мы их будем смазывать кремом, и лучше будет, если блины будут уже холодными. Поэтому готовим сразу же двойную-тройную порцию блинов. Наедаемся до отвала горячими блинами с маслом, с медом, с джемом, с чем вы любите. И из оставшихся блинов готовим блинный торт. Ну что, все уже практически готово. Осталось делов буквально на 5 минут. Приготовить крем и собрать тортик. Крем мы будем готовить самый простой. Вы знаете, сложных вещей я вам не предлагаю. Все только самое быстрое, простое и самое вкусное. Все, как вы любите. Итак, мы берем сгущенку. Я взяла вареную сгущенку, потому что так вкуснее. У меня здесь баночка сгущенки. Ну это где-то 380-400 грамм стандартная банка. И добавляю баночку сметаны. Если вешать точно в граммах, то примерно 500 миллилитров сметаны. То есть где-то пол-литра. Все, для крема нам больше ничего не понадобится. Это самый простой рецепт крема и самый вкусный одновременно. Осталось только перемешать крем и все готово. Вы можете это сделать при помощи миксера. Самая низкая скорость миксера, потому что взбивать сметану не очень желательно. Чем больше вы ее взбиваете, тем более жидкой становится сметана. Но все-таки вы можете взбить, учитывая, что крем тогда получится не очень густым. Для того, чтобы ваш крем был погуще и не просто впитался в пористые, как губка, блинчики, а ложился слоями между блинами, вы можете крем отвесить, выложить сметану на марлю, оставить в холодильнике на ночь. На следующий день вы получите отвешенную сметану и ее уже смешивать с вареной сгущенкой. Тогда у вас получится более густой крем. А также вы можете не брать миксер в руки, не взбивать этот крем, а просто хорошо тщательно перемешать при помощи вилочки отвешенную сметану со сгущенкой. Тогда крем получится более густым. Также я рекомендую взять сметану пожирнее, желательно 30%, тогда тоже крем получится более густым. Моя сметана 18%, поэтому крем таким густым не будет. Выбирайте тот вариант, который вам больше подходит, который проще для вас. А я беру блинчик, выкладываю на тарелку и смазываю кремом. И таким образом быстренько собираю блинный тортик. Посмотрите, все очень быстро, просто и легко. Единственное, что если крем довольно жидкий, то блинчики могут немного двигаться, расползаться. Поэтому попробуйте еще такой вариант, как блинчик смазать кремом на отдельной тарелке и выкладывать в стопку уже готовые смазанные блины. Тогда, потому что когда мы их смазываем, то немножечко сдвигаем слои, и за счет этого тортик двигается по тарелке и получается не таким ровным. Если вы попробуете мой совет, я уверена, что вы соберете тортик буквально за 5 минут. Потому что на самом деле все очень быстро и просто, я уверена, что вы приспособитесь. Дорогие мои, мне очень понравился по вкусу вот этот вот сметанный крем со сгущенкой. Такая легкая кислинка от сметаны в сочетании с нежным карамельным вкусом вареной сгущенки. Ну, просто вкус детства. Поэтому очень-очень рекомендую именно этот рецепт крема для блинного тортика. А если вы добавите немного какао в блинное тесто, то у вас получатся настоящие шоколадные блинчики и, соответственно, шоколадные коржи для торта. Соберете тортик и получится шоколадный вкус. Представляете, как здорово! Такое вот огромное разнообразие вариантов. И просто безграничный полет в вашей кулинарной фантазии. Правда? И, конечно, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас, милые мои зрители. Ариша пишет, включила случайно ваше видео, и вот смотрю уже второе. Спасибо вам за то, что вы стараетесь подарить людям хорошее настроение и добро. Слушая вашу песню про любовь, я даже прослезилась, ведь это так точно. Стою сейчас, мою посуду, и каждый день одно и то же. А ведь это все не просто так. Спасибо вам, дорогая и любимая. И подпись «Ваша зрительница». Ариша, я от души благодарю вас за такой теплый комментарий. И желаю вам, чтобы ваш каждый день был наполнен радостью, любовью и смыслом жизни. Потому что даже посуду можно мыть с большим, глубоким смыслом и с любовью. Благодарю вас, любимые мои, за каждый ваш теплый комментарий и за каждое ваше доброе слово. Любимые мои, только посмотрите, какое классное получилось украшение. Придумала я его абсолютно случайно. Я обрезала блинчики, края блинчиков, при помощи тарелки под диаметр моей тарелки для подачи, на которое я буду подавать тортик моим близким. И у меня остались обрезки. Я решила не выбрасывать их или не съедать просто так, а использовать для украшения. Посмотрите, какой классный получился такой беспорядок на макаронной фабрике. Мне очень-очень нравится. А как вам такое украшение? Напишите в комментариях. По-моему, здорово, бюджетно, необычно, оригинально и очень мило, на мой взгляд. Бока тортика можно украсить кокосовой стружкой. Вот таким вот образом. По-моему, получилось очень симпатично. И сверху такой домашний блинный тортик можно украсить остатками крема из кондитерского мешочка или из пакетика. И также посыпать кокосовой стружкой. Можно украсить шоколадкой, натереть ее на терке. В общем, простор для вашей фантазии просто безграничен. Давайте отрежем кусочек и попробуем, каким получился тортик на вкус. Так как крем для торта у меня достаточно жидкий, и поэтому он полностью впитался в блины. И за счет этого блины получились такие нежные, сочные. В общем, тортик просто фантастически нежный. Если хотите, чтобы было больше крема, тогда воспользуйтесь советами, которые я давала в процессе приготовления. Приготовьте более густой крем. И мне, конечно, как любой хозяйке, которая не особо любит возиться долго с какими-то рецептами, когда хочется приготовить быстро и просто, очень понравилось то, что торт готовится действительно быстро. И если у вас остались вчерашние блинчики, то это просто идеальный рецепт для такого быстрого тортика без духовки, без выпечки, из оставшихся продуктов. То есть бюджетный, экономный и действительно очень-очень вкусный. Так что обязательно готовьте, я вам искренне рекомендую. Не забудьте подписаться на канал. Для этого перейдите в описание под видео и нажмите кнопочку подписаться. И мы будем с вами гораздо чаще встречаться. Я порадую вас еще множеством очень вкусных, быстрых, простых и оригинальных рецептов. Не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Я думаю, что такой блинный тортик на масленицу будет просто палочкой-выручалочкой. И вам будут благодарны многие-многие ваши подружки, друзья и все умелые хозяюшки. А с вами была Олеся на канале Готовим Дома. Я благодарна вам за то, что вы провели это время вместе со мной. Я тоже искренне, от души и от всего сердца рада провести время в вашей чудесной компании. Ну что, мои любимые, всем желаю приятного аппетита, вкусного тортика, прекрасного настроения. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте красивы, счастливы, будьте любимы. Всех рада видеть, люблю, целую и скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok